Меня зовут Соколов Владислав Владимирович, доктор экономических наук, профессор, ректор Приднестровского государственного университета. Первое, с чего я начал, это изучение тех проблем, которые стоят перед университетом, изучение проблем, которые стоят перед коллективом, перед студентами. Последние два года мы так или иначе работали в комбинированном варианте, то дистанционно, то в очном режиме. Хотелось узнать все-таки по итогам вот этих двух лет, какое качество знаний наши дети смогли приобрести. Наш сквер пользуется очень большой популярностью и не только среди студентов, и жителей города, очень много гостей. Учитывая, что у нас такая есть интересная скульптура нашего студента, вот вы видите, сова, книга. Сова символизирует мудрость, книга символизирует знания. Студент очень много читает. Я сам когда-то учился. В 89-м году я поступал здесь, в Тираспольский пединститут. Здесь, на этом месте, находился фонтан. Не работающий. Но он уже тогда не работал, да. Потом со временем он был, конечно, снесен. Здесь была выровнена площадка. Ну, я думаю, вы тоже учились. Вы помните прекрасно, каким был университет еще несколько лет назад. И то, что мы видим сегодня, действительно, это наша гордость. В ПГУ работают преподаватели высокой квалификации, есть научные лаборатории, университет развивается. Но есть и проблемы. Как вы планируете их решать? У нас есть проблемы с научно-педагогическими кадрами. Дело в том, что на территории республики мы эти кадры готовить не можем. У нас нет соответствующих советов, диссертационных советов. Поэтому нам приходится, конечно, прибегать в этом вопросе к помощи в основном Российской Федерации. Ежегодно по линии Российского Центра науки и образования нам выделяются квоты в Российской Федерации. И наши сотрудники, преподаватели, выпускники на основании этих квот, пользуясь этими квотами, могут проходить обучение в Российской Федерации. Это все оплачивается за счет средств бюджета Российской Федерации. Естественно, есть проблемы тоже экономического характера. Почему? Потому что если обучение оплачивается, то проезды, проживание, все уже берут на себя непосредственно сами обучающиеся. Хотелось бы вот в этом плане все-таки, чтобы мы могли оказывать какую-то финансовую помощь нашим сотрудникам, которые едут, обучаются, возвращаются и двигают дальше нашу науку и наше образование. Значит, сейчас мы находимся в первом корпусе учебном, непосредственно в холле первого корпуса. В левом крыле здания первого корпуса уже заканчивают ремонт, переходят буквально, я думаю, на следующей неделе строители переходят в правое крыло. Правое крыло у нас несколько меньше, поэтому думаем, что ремонт немножко быстрее. Значит, в этом крыле ремонт начали буквально 3 января, то есть сразу же после Нового года. Какие работы делаются? Полностью капитальный ремонт внутренних помещений. Проводится полная замена всех коммуникаций, водопровод, канализация, водоснабжение, отопление. Полностью все заменены, все системы. Значит, полная замена электроснабжения, полностью проведены новые сети, установлены новые сети для возможности уже использования современного оборудования. Ремонт мы планируем, что будет закончен, как всегда, к первому сентября, так как у нас начало учебного года. К этому времени, помимо окончания ремонтных работ, будет полностью закуплена, установлена мебель, учебная мебель в административные помещения и все необходимое оборудование для учебного процесса, для административных кабинетов, научное, лабораторное оборудование. То есть все то, что применяется в ходе организации учебного процесса. Владислав Владимирович, сейчас идет стройка храма Святой Татьяны. Его планируют открыть 1 сентября. Но тогда же 1 сентября откроют и современный новый IT-центр. Что это за центр? Для кого он? Кого будете выпускать? Помимо храма, действительно, мы еще планируем и открытие IT-центра «Квантум». Для работы в этом центре мы планируем привлекать наших сотрудников. Это сотрудники Инженерно-технического института, сотрудники физико-математического факультета. Те специалисты, которые у нас занимаются этой отраслью, специалисты университета. Также мы будем привлекать специалистов Министерства цифрового развития. Мы уже с ними об этом предварительно договорились. Оборудование будет самое современное, последнее. То, которое действительно поможет, позволит нашим детям, нашим студентам, всем тем, кто проявит интерес работы в центре. Ведь центр рассчитан не только на студентов, это и школьники, это и жители нашей республики. Все те, у кого есть интерес к этой отрасли. У нас есть перспективный план развития университета, который рассчитан до 28-го года. На 23-й год у нас планируются внутренние работы по второму и третьему корпусу университета. То есть это полностью капитальный ремонт внутренних помещений, замена всех коммуникаций, замена сетей, замена всего. Закупка новой мебели и нового учебного, научного, лабораторного оборудования. Плюс студенческий городок, спортивная площадка в студенческом городке. Но это работы 22-го от текущего года и студенческий храм, окончание строительства студенческого храма.